Поддержка талантливой и одаренной молодежи – залог стабильного развития и процветания Берестейского края. Сегодняшние школьники – это будущие врачи и дипломаты, учителя и военные, предприниматели и журналисты. Список профессий можно продолжать бесконечно. Ясно одно – от их профессионального мастерства соответствие выбранному делу трудолюбия и настойчивости зависит, какой будет область через много лет. А потому так важно еще со школьной скамьи помочь молодежи раскрыть свои таланты и направить их энергию в мирное созидательное русло. И углубленное изучение того или иного предмета школьной программы в списке полезных занятий, безусловно, занимает лидирующие позиции. Молодежь с их талантами, с их, будем говорить, задором и с них умением потом в дальнейшем жить и работать в будущем. Поэтому Министерство, президент нашей страны, уже давно учредил премии подаренным людям, которые вручают, ежегодно встречаются с ними. И мы, следуя этому примеру, учредили в 2006 году премию областного исполнительного комитета лучшим учащимся, которые занимают призовые места в различных конкурсах, олимпиадах, республиканских и международных. И надо сказать, что уже более 700 таких дипломантов мы имеем за это время. Высокие результаты, которые уже есть в активе награжденных сегодня школьников, не повод останавливаться на достигнутом. Так считают сами лауреаты премии области полкома. Совершенствовать свои знания и пробовать применять их на практике ребята планируют уже в стенах вузов, куда собираются поступать выпускники текущего года. Для 25 человек со всей Брестской области этот этап уже позади. Благодаря высоким олимпиадным местам они будут зачислены в выбранное учебное заведение без вступительных испытаний. По правилам призеры республиканской олимпиады поступают в высшее учебное заведение без вступительных испытаний, поэтому я поставил себе именно эту цель. Сейчас я собираюсь получить образование экономическое, но в любом случае я не думаю, что я всю жизнь буду именно экономистом. И все-таки я планирую потом еще поменять свою профессию, и я еще не уверена, вдруг это вообще будет связано как раз таки с тем же самым русским языком. Но в любом случае русский язык помогает мне общаться с людьми, помогает мне быть понятой, помогает мне правильно выражать свои мысли. И, конечно, чем лучше донесешь свои идеи окружающим, тем лучше будешь понятой и тем быстрее чего-нибудь достигнешь на карьерной лестнице. В этом году я взяла место первого диплома, и это было довольно непросто, потому что много людей, много очень испытаний было. Она проходила в три этапа – устный, письменный и еще одно – аудирование. И все дети очень сильные были, и большая конкуренция, было довольно трудно. Вместе с ребятами сегодня на сцену Брестского областного общественно-культурного центра поднимались педагоги и родители. Те люди, которые на протяжении долгих школьных лет всегда были рядом. Во многом именно благодаря их поддержке юноши и девушки получили свои первые серьезные награды, которые должны стать хорошим стимулом и стартом на пути к новым успехам и достижениям. Которые, как уверены, педагоги не заставят себя долго ждать, так как в целеустремленности своих подопечных они уже давно не сомневаются. И сегодня желают им в первую очередь уверенности в собственных силах. Я бы им хотела пожелать уверенности в себе, потому что вера в себя дает многое. Я хотела бы им пожелать силы, силы в борьбе. И когда не хватает иногда этой силы и уверенности, все-таки научиться побеждать себя. А еще я хотела им пожелать доброты, веры в людей. И если вдруг что-то с первого раза не получается, значит не сомневаться в себе, а верить в себя. Потому что именно у тех, у кого с первого раза не получается, есть особое в жизни мужество – подняться с колен. Поэтому удачи им, радости им, веры в себя и все тогда получится. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук-ТВ.